Давайте начнем. Это наша первая попытка сделать семинар по маркетингу в Хоксквейсе. Соответственно, ее отважно начинает Андрей Бахман, который последние 10 лет, несмотря на свое техническое образование, занимается как раз маркетингом, увлекается маркетингом и в работе, в принципе, увлекается. И этот семинар посвящен теории, которую мы с Андреем считаем крайне важной для понимания того, как инновации существуют, как развиваются рынки. Она не очень известная, но ее крупицы существуют в разных местах, в разной американской известной литературе. Но есть трое американских-русских, которые собрали ее воедино и сделали из нее такую красивую, стройную теорию, которая имеет предсказательную силу, что очень важно. С ее помощью можно делать какие-то предсказания о том, что произойдет. И, собственно, с этого про это Андрей и расскажет. Это про эту теорию невозможно рассказать полностью за одну лекцию, и поэтому мы рекомендуем всем после этого все-таки взять книжку и ее прочитать. Она очень интересная, но какие-то основы сегодня будут рассказаны. То есть, если у вас будут какие-то вопросы, интересно, что такое Хакспейс, у тебя вижу книжку, которая в первый раз, то после семинара можно будет еще отдельно пообщаться на эту тему. Вот сейчас я не хочу снимать время. Если интересно, то после семинара можно будет поговорить. Да, значит, я время-тременье буду взрывать рассказ и что-то тоже дополнять. У нас будет такое немножко, как сказать, парное уступление, это дуэт. Андрей будет рассказывать большую часть, я время-тременье буду оставлять какие-то комментарии. Ну, если есть какие-то вопросы, если вопросы маленькие, задавайте сразу. Если обширные, то тогда в конец семинара и обсудим обширные. Вот, собственно. Да, Саша, спасибо большое за introduction. Действительно, последние 10 лет я занимался маркетингом и практически не было необходимости в какой-либо теории, потому что здравой смысл – это самое главное, что нужно в этой профессии. Но, тем не менее, план-тоэкономический анализ – это очень классная тема. И она очень, мне кажется, полезна и необходима. Особенно тем компаниям начинающим, которые занимаются инновациям и выходят на быстрорастущие рынки. То есть, вот тут основа этой теории будет крайне полезна. Тут вот такая штука изображена. Я думаю, что мало кто знает, что это такое. Или есть идея, по-моему? Это криптос. О, ты знаешь, криптос. Да, я его чуть-чуть цифицировал, упростил и сделал надписи. Значит, идея состоит в том, что если… А кто знает, что такое криптос? Вот, переходите. Ты знаешь, что такое криптос. Ну, естественно, да. Те, кто занимается безопасностью, тоже знают. Если вы правильно подбираете комбинацию из дисков, то эта штука открывается. А если комбинация неверная, то всё содержимое этой шкатулки уничтожается. То есть, вот идея такова. И мне кажется, это неплохая метафора тому, чем занимается квантово-экономический анализ. Нужно подобрать правильное сочетание компании, рынка и продукта, и тогда у вас появляется шанс вашего успеха. Если сочетание неправильное, то проект обречен. Вот. Начинаем. Начинаем. Да, и, конечно же, вот книжка, на основе которой будет весь сегодняшний рассказ, это наука побеждать в инвестициях, в менеджменте маркетинге. Бумажная версия здесь можете полистать. Да, вот. И уже листать. Да. Вот такая вот штуковина появилась в Америке где-то чуть больше ста лет назад. Это насос для тушения пожаров, оборудованный моторизованной. То есть это моторизованная помпа. Своего рода инновация для того времени. А вот это люди, которые тушили пожар в те годы, и они не пользовались. Вот эти моторизованные помпы, это были уважаемые члены общества, у них были связи с мэрией, и они всячески противились внедрению инноваций. И у этой инновации была сложная судьба до тех пор, пока не произошла небольшая трагедия. Пожарные в те годы получали деньги по результату, и две пожарные команды приехали на тушение одного и того же пожара. Они были пьяные, подрались, и в результате они не тушили пожар, а дрались, и все сгорело. Вот эта вот скандальная история, она способствовала тому, чтобы вот эта вот помпа моторизованная, она была наконец применена. И с тех пор началось вот ее такое интенсивное внедрение в технологию тушения пожаров. И последним городом, где внедрили вот эту вот штуку, был Нью-Йорк. Вот эта вся ситуация, она описывается... Давай я, наверное, буду скидки встать. Ну, наверное, да. Ты можешь, допустим, отойти подальше. Да, она описывается вот такой вот замечательной формулы. Я не знаю, насколько здесь это понятно всем, я думаю, что мало кто понимает, что здесь написано, но суть очень простая. Техническая система, компания и рынок. То есть это вот три параметра, которые они описывают в любой проект. И здесь речь идет о том, что эти два концепции, они находятся в состоянии противоборства. Давайте подробнее рассмотрим, что же такое техническая система. Эволюция технической системы, она очень хорошо показана вот на этом графике. Всего стадии эволюционных 4 выделены. И я прошу обратить внимание на оси, которая здесь показана. Можно было бы ожидать, что по оси, по горизонтальной оси, у нас будет время, но на самом деле здесь инвестиции. То есть объем тех денег, которые вы вкладываете в вашу техническую, в разработку ваших технических систем. А по оси, у вас некая характеристика ключевая этой системы. Может быть, это какая-то интегральная характеристика. И вот смотрите, что получается. Важно, что характеристика ключевая может быть разная для разных рынков. То есть для одного рынка важна одна характеристика, и тогда кривая будет выглядеть одним образом. Для другого рынка ключевая будет другая характеристика, и кривая будет выглядеть по-другому. Это уже, как правильно применить эту теорию. Я дальше предлагаю посмотреть конкретные примеры первого, второго и третьего этапа, чтобы было понятно, почему классификация такая. Ты говори о первой технике. Это самолет «Братья Прайт», один из первых полетов. И это демонстрация того, что концепция работает. То есть это работающий прототип. Техническая система на первом уровне – это у него всего два варианта. Либо мы доказываем какую-то работоспособность нового принципа технического, либо в уже существующую систему встраивается какой-то элемент, который позволяет этой системе работать уже на каких-то других с помощью чего-то другого. Например, когда впервые был применен двигатель внутреннего сгорания, то уже стежка была тоже той же самой, но поставили двигатель, и это уже как бы... Это тоже система первого. Так. Хорошо. Ань, на самом деле... Давай перейдем дальше еще. Что дальше? Это техническая система на втором уровне. То есть когда она уже заработала, и у вас появляются первые реальные заказчики. То есть фактически система уже работает. Начинается ее улучшение. Да, начинается ее улучшение, и ее характеристика ключевая растет пропорционально вложенным средствам. Вот на предыдущем слайде было показано, что скорость между первым и вторым этапом она с течением времени меняется. То есть вот, скажем, когда внедрялась фотография, когда ушло больше стоять на то, чтобы появились первые фотокамеры. Хотя сами идеи были высказаны задолго до этого. А вот солнечные батареи, когда разрабатываются в 50-е годы, она на то, чтобы от идеи до первого внедрения ушло всего три года. Вот это, наверное, не совсем от идеи. Идея была еще давным-давно высказана, но от первого совсем привого, еле-еле работающего прототипа до какого-то более или менее применения, которое уже находило в реальной жизни. Прошло совсем мало времени. На третьем этапе техническая система меняется в основном за счет дизайна. Это уже концепция полностью доказала свою рабоспособность. И с течением времени, сколько бы денег мы ни вкладывали, в принципе, это уже то же самое, что и было. Немножко вылизываются характеристики, но в первую очередь разница идет и соревнований идет по каким-то не ключевым характеристикам. Да, может быть, идет разделение на много нишевых рынков. Когда вы выбираете автомобиль, вы обычно выбираете его там... Вредит кто выбирает его действительно по мощности двигателя. Ты смотришь там по целосовокупности характеристик, многие из которых имеют малое отношение. Кто-то просто выбирает его по эстетическим каким-то соображениям. Вот это вот та система, которая находится на третьем этапе. На третьем этапе сейчас. Да, вот автомобиль это такой характерный пример. Ну или там современная авиация, это тоже третий этапная система. А четвертый этап, это уже некая, ну не деградация, но по крайней мере, когда техническая система уходит либо уж совсем в нишевые рынки, либо переходит в разряд сувениров. То есть вот это четвертый этап. Либо становится, ну на самом деле, это деградация. То есть это когда система может уже позволить себе быть либо какой-то роскошью, либо она действительно становится сувениром, либо она настолько развита, что уже начинают продаваться вещи, которые намного ниже возможностей, максимальных возможностей этой системы. Какой пример сейчас, что находится? Вот самурайские мечи не понимают. А, ну да. То есть уже своя основная функция не выполняется, но в магазинах игрушек вы вполне можете их найти. Или там кувшины, у меня там дальше будет пример. То есть это уже система фактически четвертого уровня. То есть долгие годы, там тысячи лет, эта система находилась на третьем уровне, а сейчас постепенно деградирует. То есть сейчас мы там кувшины видим, это скорее когда кто-то хочет вот в загородном доме, значит, чтобы создать такой вот такой там антураж, он покупает себе там кувшин, там для молока, ну что-то еще. Но это не вещь, которой мы пользуемся постоянно. Чтобы руки помуты. Да. То есть это вот очень красивый пример. Теперь мы немножко возвращаемся к нашему первому графику и видим, что на этапе с первого по третий такая есть S-кривая. Похожа на английскую букву S, да. Да. Еще ее называют иногда логистой. Я думаю, может, логиста. Логист. Да, логист. Почему так называют? Неизвестно. Она вначале растет. В общем, не важно. S-кривая. Я думаю, что нам этого будет вполне достаточно. И дальше есть несколько примеров. Жизненный пример против S-кривых. Вот этот вот очень хороший график, где показано развитие текстильных материалов. Я красный выделил нейлон и пилистер. Здесь четко видно, что развитие нейлона идет поиск кривой. Вначале вкладывается на 50 миллионов, на 75 миллионов, и идет резкий рост характеристик нейлона. А потом, сколько бы денег ни вкладывали, приросте не происходит. И фирма Dupont, которая инвестировала вот эти деньги, она прохлопала в тот момент, когда нужно было вкладывать уже не в нейлон, уже не в отжившую технологию, а в полиэстер. И вот за счет этого другая фирма, сейчас не помню, к сожалению, название, они выпустили очень успешный продукт, и за счет сравнительно небольших инвестиций смогли получить продукты качественно другого уровня. И вот штука состоит в том, чтобы найти точки пересечения этих S-кривых. То есть, если вы работаете в какой-то индустрии, примерно представляете себе, как развиваются, каким законом развиваются технические системы, нужно научиться предсказывать вот эти вот моменты, когда одно поколение сменяет другое. Вот этот пример очень удачный прогноз. Он был сделан в 1984 году компанией Моторова. И здесь тоже изображение S-кривые, только другая, ну, кость перевернута по Y. То есть вместо увеличения характеристики и отслеживается ее уменьшение, просто чисто физическое уменьшение размера. Да, ну, на самом деле, точно такие же S-кривые, и вот прекрасно видно, как они себе представляли габариты телефонных аппаратов, переносных, и как они предполагали будет меняться стоимость. А, ну, да, это не стоимость тоже, а, то есть размер и стоимость. Да, размер и стоимость. И, в общем, это, конечно, стопроцентное попадание. Вопрос в том, смогли ли они этим воспользоваться. Да, дальше. Да, дальше, да. Теперь мы поговорим о компании. Компания... Мы... В этой книжке предлагается разбить компанию на три категории. На три эволюционных стадии. И, первое, интуитивно нам кажется, что это гараж, гаражная компания. Я думаю, что это понятно. Последняя стадия, ну, это, наверное, что-то там, биржа. Да, компания уже вышедшая на биржу и там имеющая большой оборот. Работающая там в глобальном масштабе. И посередине это что-то вот. И на второй стадии это нечто посередине. Теперь давайте попробуем подробно разобраться, что же означают эти три стадии. А кто может предположить, как можно разделить, каким характеристикам можно разделить компании между гаражом, биржей, что находится посередине, и как поставить эти границы. По какому критерию-то можно их вообще разделить? Есть привлечённые инвестиции. Что? Есть привлечённые инвестиции. Хорошие. Хорошие варианты. Ещё какие варианты есть? Стоящего роста. Стоящего роста. Ещё какие варианты? Число сотрудников. Сотрудники. Да, да. Автоматизация, но автоматизация труда интересная. Деньги дают. Что? Да, дают деньги. А, делаешь деньги? Возврат инвестиции. Так, ну, какие инвестиции используются, интеллектуальные там или физические какие-то? А с этой стороны какие предложения будут? Я бы предположил, чем первая стадия от второй отличается. Например? В первой стадии компания стабильно зарабатывает. То есть она уже нашла на чём и как она получает свой доход. Финансовая стабильность. И, скажем так, отлаженная бизнес-модель готова уже. Ну да. Так, какие ещё варианты? Пожалуйста, на МДИ учиться. Я думаю, что по обороту, пожалуйста. Что? По обороту. По обороту? Андрей? Все уже называли. Все называли. Расскажи голос свой, за что ты дашь? За оборот. За оборот. Короче, большинство склоняется к неким финансовым характеристикам. Переворачивать? Да. Ох, немножко отъелось. Отъелось, да? Ну ничего, я прочитаю. Ключевая характеристика – это доступ к капиталу. Но опять же, если верить авторам этой книжки, я думаю, что идея очень правильная. Доступ к капиталу – это то, что определяет то, почему мы можем разделить эти компании. Причем, в книжке даже конкретные цифры называются. Они актуальны для 2003 года. Но я думаю, что мы можем, условно, умножить на 2 и получить. Они названы для 2003 года и для некой абстрактной индустрии. Я думаю, что в разных индустриях эти цифры немножко отличаются. Но мы всегда можем масштабировать. Просто главное понять, в принципе, масштабы этого разброса и откуда этот масштаб берется, в принципе. Их тогда мы сможем правильно оценивать. Когда фирма начинает развитие, деньги можно взять у друзей, у знакомых. Можно заработать самому. Самому заработать, да. И это вполне работает до определенного момента. А потом, в общем, бизнес дальше развивался, деньги надо брать. Уже друзья тебе не одолжат. Ну, как правило, там 5 миллионов долларов у друга сложно попросить. Поэтому следующий уровень компаний, второй. И уже на третьем уровне привлекаются... Компания выходит на IPO и вперед. Я предположил, что синдетицированный банковский кредит, это как раз к третьему уровню относится. Да, надо сказать, что на самом деле вариант, тут назывались про персонал, про что-то, про персонал еще кто-то называл вариант, он на самом деле имеет прямое отношение к уровням развития компании, но он не является ключевым, он не является источником, он является следствием. То есть в книжке про это очень подробно рассказанным, я думаю, что мы немножко про это тоже поговорим чуть дальше. То, как устроена жизнь внутри компании и какой персонал в ней работает, это фактически напрямую связано с степенями ее развития, скажем так. Дальше? Да, ну вот, собственно говоря. А вот, собственно, да, здесь как раз... Ты прочитаешь, что там написано. Значит, там первое – это стиль принятия решений, второе – это мотивация работников, а третье – это ключевые подразделения. То есть стиль принятия решений, вот он очень сильно разный всегда в компаниях разного уровня, и это, ну, фактически общеизвестно, что жизнь в стартапе, она сильно отличается от жизни там в IBM, в том же даже в Яндексе. В основном, второе – мотивация сотрудников, ну, логично, тоже очень сильно отличается. Те люди, которые идут работать в компанию, в маленькую компанию с большими перспективами, имеют совершенно другую мотивацию, чем те люди, которые идут работать в устойчивую компанию, в РЖД или там в какой-нибудь крупный банк, который точно знает, что твоего вклада там ничего фактически не изменится, но зато стабильность и уверенность в тебе обеспечены. И ключевые подразделения, они, естественно, тоже крайне различны. Когда компания только начинается, она разрабатывает свои продукты, когда компания уже крупная, все смещается больше в сторону пиара, и пиар-подразделения начинают играть большую роль в жизни компании. Не потому что это плохо, а потому что это просто вот жизнь такая у этих компаний, они так устроены, и это единственный способ существования, продавать свои продукты за счет более широкого пиара. Ну и посередине вот есть некая средняя фаза, которая тоже имеет своих, как бы скажем так, свою аудиторию. Так, теперь последнее, что нам стало с изоляционной стадии, это рынок. Что нам нужно понимать, самое важное о рынке, это рынок, рыночная доля у компании. Давайте тоже попробуем подумать, какие есть варианты, по какому критерию надо делить рынок? Кто может предположить? Молодой, зрелый. Что? Молодой, зрелый. Ну классно, а как ты определишь, молодой или зрелый? Количество пользователей, скажем, не знаю. Но это очень важно, хорошая идея. Хорошая идея. Ещё какие-то варианты есть? Количество конкурентов на рынке. Количество конкурентов на рынке. Тоже интересная мысль. Ну может быть, противно пользователей, потому это энтузиасты, которые готовы пользоваться ранними какими-то типами недоделанными. Это массовый рынок или, может быть, опять маленький рынок. Вот у нас сейчас два варианта. Нет, подожди. Маленький рынок что? Последний? Да, ты сказал, маленький рынок. Ну каких-то узких решений, допустим. Да, выстреливаемость продукта. Окей, хорошо. Вот у нас получилось сейчас два варианта. По тому, как воспринимают, как относятся к рынку пользователей. И второй вариант – это по компаниям, по числу компаний. То есть, как фирма делит рынок. Я правильно понял, да? Чем больше конкурентов, тем, понятно, больше компаний в это лезут. То есть, значит, рынок здесь не существует и не дорабатывает. Ну да. Ну, в общем, короче говоря, в нашем понимании рынок – это то, как пользователи делят его с другими рынками. То есть, мне показалось, что такая достаточно понятная аналогия будет с тем, как пользователи уходят с рынка разных типов носителей аудиоинформации. С катушечных лент они постепенно переходят на компакт-кассетные, а потом через какое-то время они переходят на компакт-диски. То есть, когда основная масса, так скажем, пользуется товаром популярным, новаторы уже начинают пользоваться другим. Начинают, да. Такими волнами это происходит. Давай дальше, следующий слайд. А, ну, собственно. Да. Вот, собственно, как раз ты о чём ты говорил. Разные типы пользователей на разных этапах. Вот расскажи какой-то. Да. Вот это, наверное, самое такое сейчас. Ключевой момент. На нулевом этапе у нас энтузиасты. На любом этапе, на самом деле, не то, что там просто исследователи, то есть рынка вообще нет, это по той нулевая стадии рынка, а рынка нет. Да, да. Рынка какового ещё нету и даже непонятно, платят они деньги или просто дарят какие-то опытные образцы. То есть рынка ещё нет. На первом этапе у нас появляются первые пользователи, самые маньяки такие. Ну реально тоже пользователи, которые используют продукты. Но они уже платят деньги. Да, платят деньги. То есть на первом этапе у нас появились деньги, но пока ещё рынка такова нет. Второй этап это массовый спрос на продукты. Это массовый приток пользователей из другого рынка, то есть когда рынок начинает перетягивать пользователей из какого-то другого рынка. Да, то есть у нас эта кривая с катушечных переходит массово все на компакт кассеты. И третий этап рынка, когда все стабилизировалось и рост рынка идет исключительно за счет прироста населения. То есть это такой стабильный рост. И наконец последняя стадия рынка, четвертая, это когда потребитель постепенно снова уходит. На какой-то новый образовавшийся рынок другой рынок. Здесь очень важно понимать именно, что на самом деле эти этапы развития рынка, они именно по динамике пользователей относительно этого рынка, относительно какого-то другого рынка. То есть если рынок стабильный и новых пользователей не приходит, то это третий этапный рынок. Если с рынка пользователь уходит, это четвертый этап. Если приходит, это второй этап. Если только формируется, это первый этап. Вот фактически такая вот была. В общем, простое деление. А ну вот... А, ну да. Субзян. Субзянные слова. Ага. Так. И... А здесь, в общем, хотел бы сказать, что теория эта проработана достаточно давно. Впервые о таких вещах на вещи... Именно про рынок? Но это все касается пользователей, то, как они воспринимают новые идеи, новые концепции, как они воспринимают моду. Короче говоря, вот этот вот Габриэль Тарт, он обратил внимание, что преступления совершаются по определенным законам. То есть, что-то типа мода на определенные виды преступления. Она начинается, потом пик, потом она спадает, и потом через какое-то время возникает мода на другие преступления. Вот. Короче, он этим занимался, потом пришел к выводу, что это касается не только преступлений, но и каких-то других явлений. Короче говоря, на протяжении больше, чем 100 лет эта тема исследовалась очень-очень глубоко. Разбивались на разные этапы, выделялись ключевую группу людей, то ли адоптеры и так далее. Ну, в принципе, я думаю, что для нашего рассказа это не имеет такого принципиального значения. Я бы обратил внимание только на одну книжку. Она на следующем слайде, которая тоже, наверное, имеет смысл прочитать. Это переломный момент. Тикенпоинт. Смолкому вкладу. Что интересно, сам термин, переломный момент, он берет свою историю из 60-х годов. Исследовалось такое явление. В районы, в американские районы с исконно белым населением постепенно заселялись чернокожие братья. И эти чернокожие братья заселялись, 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 и в какой-то момент белые просто резко начинали уходить из этих районов. И район становился полностью черным. Вот этот момент, когда начинался массовый отток белого населения, в той работе назывался как Тикенпоинт. Я полагаю, что и название книжки, наверное, относится к этой истории. Я хочу только добавить, что на самом деле у этих книжек есть еще одна книжка, которая сейчас очень известна. Это «Кроссинг за чазмом». «Кроссинг за чазмом» называется. Которая, в принципе, как раз, по-моему, многие именно из нее знают отделение на ранних или адоптерс, раннее большинство, позднее большинство и так далее. То есть в наше время книжка «Кроссинг за чазмом» является таким, тоже очень полезным чтением, которое очень многие хвалят. Сам я, к сожалению, ее не читал. Там, по-моему, рассматривается момент, когда в переходе с одной статьи на другую у нас появляется другая группа пользователей и появляется некий провал в рынке. Кроссинг за чазмом, который думает о перескочении. Это в той же самой теории. Теперь по пару примеров о том, как сочетается рынок и техническая система. Вот тот самый «Куршин», о котором мы говорили. Смотрите, сейчас это уже техническая система четвертого уровня. А что касается рынка, то долгие-долгие годы, столетия, это был рынок, который рос вместе с ростом населения. И вот только последние сто лет, когда конкретно непонятно, очевидно, что последние сто лет, рынок начал деградировать. Ну, собственно, в эти самые последние сто лет система перешла из третьей стадии в четвертую, сувенирной практически, то есть вместе с рынком. Другой пример – это система видеоконференции. Вот эта штука, она датируется 1965 годом, разработка AT&T, AT&T. И это видеоконференция? Да, это система видеоконференц-связи. Первая система, которую они собирались выпускать массово. Я видел ее брошюру, это все детально проработано, все учли, но не срослось, у нее не получилось. Давай дати следующий сценарий. И, в общем, вот это все попытки, которые были начиная с 60-х годов по 2000-х, выпускалось множество моделей, но ни разу рынок не отреагировал. Только в конце прошлого столетия появились первые такие продажи, когда рынок перешел из нулевой стадии в первую практически. Сорок лет система разрабатывалась в пустую разными компаниями, вкладывалось огромное количество денег, рынка не было. Хотя вот такая грустная история. Да, сам принцип, наверное, это первая иллюстрация видеоконференц-связи. Чувак из Bell Labs общается, по-моему, с какими-то президентами. То есть это еще даже до войны. Ну и, собственно, самое интересное, это как сочетаются все эти эволюционные стадии компании, рынка и продукты. В книжке проведена такая немножко громоздкая, наверное, схема. Из 60 вариантов рабочих сочетаний всего 16. То есть это означает, что все остальные сочетания заведомо губят проекты. Не думаю, что нам нет смысл рассматривать каждый квадратик подробно. Кстати, на следующем слайде они разбиты по техническим системам. Я хочу сказать, что, на самом деле, в книжке достаточно много объясняется про устойчивое и неустойчивое, скажем так, успешное и неуспешное сочетание. И в ходе сочетания книжки ты понимаешь, на самом деле, просто на интуитивном уровне, почему те или иные сочетания успешны и неуспешны. Общая идея из истории большой матрицы. Я попробовал сформулировать вот здесь вот эти двух картинках. Большая компания, третьи этапная, и сложная или, может быть, даже невозможность заниматься инновацией. С одной стороны. С другой стороны, гаражная компания, где проблематично заниматься продуктом, который находится на завершающей стадии своего развития. Ну, не завершающей, а, может быть, на третьем этапе находится. То есть это вот общее соображение. Дальше попробуем посмотреть какие-то частные сочетания. Ну, ты можешь объяснить, почему так происходит? Ну, прежде всего, это следствие, скажем, в первом случае речь идет о корпоративной культуре. И доступе к финансовым. Да, с одной стороны, здесь корпоративная культура является сдерживающим фактором, а здесь сдерживающий фактор – это доступ к финансовым ресурсам. Ну, да, я попробую сформулировать. Значит, например, в правой картинке, если мы пытаемся соревноваться с системами, находящимися на третьем этапе, то есть системами, которые уже хорошо вылизаны, то пользователи ожидают, что они получат точно такую же хорошо вылизанную систему. То есть, когда ты покупаешь телефон, ты ожидаешь от него, что он отлично звонит, что он работает какое-то время от батарейки, что он падает не чаще раза в сутки и так далее. Есть компании, которые очень мало денег, зачастую бывает крайне трудно получить тот же уровень полировки, который продукту могут придать какие-то большие компании. И в этом случае эта комбинация не работает. То есть, тогда компании, которая хочет работать с этим продуктом, нужно уходить в те области, где эта система уже не является третьеэтапной, потому что начинают играть роль другие ключевые факторы выбора. То есть, те факторы, которые еще не вылизаны на рынке. Что касается первой комбинации, то тут действительно это вопрос корпоративной культуры. Почему в мире так много стартапов? Потому что люди чувствуют, что создавать что-то совсем новое в крупной компании, у которой впереди всего стоит большая выручка, большая прибыль и крайне трудно продвинуть через все эти барьеры какую-то вещь, которая в ближайшие два года не принесет 100 миллионов долларов. На самом деле, вот эта тема, она предельно подробно рассмотрена в книжке «Дилемма инноватора» и, в принципе, по-моему, это следующий слайд у нас. Нет. А, я угадал. Я угадал, да. Но на самом деле, по проблемам близко. Как вот эти задачи решает компания Intel? Они создают дочерние структуры, которые ограждены от корпоративной культуры Intel. То есть их исследовательские подразделения, в них не проникает бюрократия, и люди способны заниматься творчеством так, как они это любят. Это очень маленькие подразделения с горизонтальной структурой управления, в которой нету всей этой огромной, тяжелой, миллионодолларовой системы управления. Это вот такой подход Intel для себя, вот так называемый. Скажем, Cisco занимается, по моим ощущениям, немножко другим. Они занимаются скупкой компаний, которые успешны на быстрорастущих рынках. Как только они видят, что рынок вырос до определенных значений, миллиард долларов, допустим, они начинают активно искать успешных игроков и покупать их. То есть Cisco инновации не вырастают внутри компании? Они берут эти инновации снаружи из других компаний, которые… И либо топят их, либо выращивают дальше. Ну и универсальный подход, наверное, для всех крупных корпораций – это всякие фонды, венчурные. То есть, когда компания просто зарабатывает на инновациях, совершенно не обязательно будут, они используются в продуктах или нет, но просто они имеют долю в каких-то более-менее успешных инновационных рынках. Собственно, можно объяснить, что на этом слайде написано, что если у нас есть система на первом-втором уровне и компания третьего уровня, то если мы посмотрим на тот трехмерный кубик, то мы увидим, что это запрещенная комбинация, когда в третье этапной компании разрабатывают систему первого-второго уровня для рынка первого-второго уровня. Способ решения этой проблемы для Intel заключается в том, что они заменяют свою компанию третьего уровня на компанию первого-второго уровня. Эти подразделения Intel фактически являются компания в компании, очень сильно обособленные подразделения. Этими же способами пользовались на самом деле много компаний, которые пытались свои подразделения инновационные чисто географически зачастую удалить вообще от основного офиса, чтобы не было никакой связи. Но не всегда это было успешно. Например, парк у Серокса провалился по совсем другим причинам. Но они, тем не менее, пытались создать полностью. Да, они как раз пытались пойти по тому же пути, но провалились. Почти. Почти-почти-почти. Потом пришел Джобс и все испортилось. Что неправда, но все такое. Все это знают. Ну, собственно, «Диремма инноваций» — это книжка, которую просто необходимо прочитать, чтобы понять, почему же… Маленькие компании могут победить большие компании. Да, там есть один краткий пример, я попробую его воспроизвести. Автор книги публиковал свои работы по исследованию рынка жестких дисков. Уже успел сформулировать свою теорию о причинах, в которых крупные компании терпят неудачи. И поскольку теория была известна, то вот они, руководители… Вот они, компании-производители жестких дисков, они должны были эту теорию уже применить. Потом встречался с директором одной из такой фирмы, и директор показывает ему образцы дисков размером 1,8 дюймов. Надо сказать, что в этой теории, в его рассмотрении, одним из ключевых факторов был размер жесткого диска. Потому что сначала жесткие диски были 8 дюймов, потом 5 дюймов, потом 3 дюйма, 2,5 дюйма и 1,8 дюймов. И каждый из этих размеров была своя S-кривая. Потому что с уменьшением размера приходилось кардинально менять саму техническую систему. Внутри каждого типоразмера происходила своя S-кривая. Когда типоразмер появлялся, он сильно улучшался, и потом в какой-то момент замирал на третьей стадии развития. Ну что поразительно, что на каждой S-кривой были свои лидеры среди компаний. Практически при смене поколения умирали лидеры и появлялись новые. То есть сметались лидеры старого поколения и появлялись лидеры нового поколения жестких дисков. Да, при этом если появлялось новое поколение жестких дисков, уже можно было предсказывать, что все старые лидеры выйдут. Так вот, этот директор показывал ему четыре модификации диска 1.8 и говорит, знаешь, согласно твоей теории все должно появиться, должен появиться рынок, но его нет. Вот хоть убей там. Все прогнозы говорят, что должен появиться рынок. Мы публикуем в каталогах свою продукцию, но ее никто не покупает. То есть провал. Ну, он развел руками, а потом через месяц встретился с каким-то студентом, который занимался, работав в компании Honda и занимался системами спутниковой навигации. И он спросил этого студента, скажи, а как вы храните данные для карт навигации? Классная задача. Мы используем диски 1.8, но мы с большим трудом нашли контору в Колорадо, который нам поставил эти диски. То есть диск рынка не существует с точки зрения разработчиков. Ну и, в общем, дальше он объясняет, почему так получается. Надо сказать, что компания в Колорадо это не та компания, в которую он входил. Это какой-то маленький стартап, который единственное что-то делает. Там диски 1.8, фактически и все. И еще, что интересно, что тот студент, он говорит, что да, действительно, эти диски есть в каталогах практически у всех, но их невозможно купить. Потому что, когда ты приходишь в крупную компанию и говоришь, что ты хочешь купить диски 1.8. Две штуки. Две штуки. Тебе говорят, мужик, вот подпишешь контракт на 200 тысяч штук, мы их тебе продадим. И вот это вот очень хорошо показывает, почему крупные компании не могут работать на маленьких рынках. Да, они совершенно верно. У них просто все заточено на то, чтобы компания росла вверх. И каждый следующий рынок должен быть больше существующих. Ну, в общем, чтобы поподробнее во всю эту книгу, лучше прочислить, конечно, далеко. Либо мы можем отдельно, на самом деле, посетить этому отдельный семинар, потому что это действительно интересная тема, как маленькая компания может обогнать большую компанию. Там очень интересная есть идея. Да, уже поблизости к завершению, у нас по пару хитрых трюков, которые в книжке описаны, их там намного больше. Ну, мы буквально пару раз смотрим, про остальные вы не читаете в книжке. Да. Значит, первый трюк называется модель латентной инфекции. Собственно, это то, что сделал Microsoft с объемом. Еще такой латентной инфекции в биологии. Там... Спид. Ну, это да, это вирус спид, который внедряется в здоровую клетку лимфоцита. Клетки в вирусе спид размножаются, размножаются, проходит время, проходят годы. Потом они решают покинуть материнскую клетку, при этом материнская клетка вполне может погибнуть. И вот... Не в нем, не скажешь, он хочет всегда погибать, потому что она просто разрывается от того, чтобы внутри нее стало слишком много вирусов. Да. Вот. И, в общем, это аналогия, это метафора к тому, что сделал Microsoft по отношению к IBM. Им удалось заключить исключительно выгодное соглашение. При этом маленькая компания, практически стартап. Ну, не стартап, конечно. Они к тому моменту уже были второэтапной компанией. Уже, там, получат 20, наверное, на них работала. Но, тем не менее, им удалось заключить такое соглашение с IBM, при котором они... Это соглашение было неэксклюзивным. То есть, Microsoft имел право продавать свою операционную систему не только IBM. И, собственно, благодаря этому он использовал IBM как носителя, чтобы вырасти, а после этого вышел, фактически, из-под контроля. Ну, и трюк состоит в том, чтобы можно на каких-то своих случаях попытаться это скопировать. Хотя, наверное, это не так просто. Ну, вот это очень эффективно. Да. Да. Просто, наверное, нужно найти в своей опыте свою юбилю. Ехать на чужой спине в рынок. Ну, фактически, да. То есть, ты когда цепляешься в какой-то крупной компании, и на крупной компании выезжаешь на рынок, и это позволяет очень много сэкономить. И, при этом, главное, не продаться этой компанией полностью. То есть, если бы Microsoft заключил эксклюзивное соглашение с IBM, что IBM мог бы контролировать распространение операционных систем Microsoft, то ничего бы не было. IBM бы выиграл, и стал бы, мол, не было бы сейчас Microsoft, и был бы IBM только большой, еще более большой, еще более толстый. А так как IBM практически все потерял, у них была классная архитектура, которую начали все тиражировать. Была классная операционная система, которую Microsoft, в общем. Да. А ее тиражировать было нельзя. Да. И все. Да. Да. Собственно, эта ситуация, она описана такой формулой, где Виа говорит, что компания второго уровня может выйти на рынок при помощи компании третьего уровня, на втором уровне развития системы. То есть, на тот уровень компьютера, в общем-то, как раз уже у компьютера был бурный рост. То есть, это была техническая система второго уровня. Операционные системы тоже быстро развивались, тоже была техническая система второго уровня. Ну вот, а рынок только остановился. Так. Ну и... А, ну это как бы... Нельзя сказать, что это такой уж трет, просто это интересная идея. Она лишь отчасти вписывается вот в эту трехмерную модель. Что состоит в общем? У любого продукта есть какие-то характеристики. При этом, часть характеристик вполне ожидаемая. Часть характеристик... Она ожидаема в том смысле, что это те характеристики базовые, без которых продукт вообще не рассматривается. Если вы покупаете машину, то вы ожидаете, что там будут четыре колеса и сидима. Но она будет ездить. Она будет ездить, да. А есть что-то, которое вас интересует. То есть, когда вы покупаете машину, вам интересно, есть ли там стеклоподъемники или нет. В каких положениях регулируется спинка или что-то еще. Это интересующие характеристики. А есть еще удивляющие характеристики. И прелесть этой идеи состоит в том, что нужно понять, что основные деньги делаются на удивляющих характеристиках. Вот я здесь две иллюстрации привел в качестве примера. На любимых моих мапах есть такой разъем MagSafe. То есть, эта штука, когда ты первый раз увидишь, она, конечно, меня удивляет. Я полагаю, что Apple делает как раз очень большие деньги на том, что потребители, когда это видят, они готовы сплатить лишнюю сотню баксов. А это типа вау-эффекта? Да, вау-эффект. То есть, в книжке там говорится на еще и более старом примере про то, что, по-моему, BMW или Mercedes в старших серий в какой-то момент стали поставлять сиденья с подогревом. И когда это появилось, то человек, который садился в машину и включал подогрев, понимал, что греет кресло. Это настолько его удивляло, что он готов был заплатить лишние тысяч долларов за то, чтобы водить эту машину. И, собственно, эта кривая говорит о том, что она очень хорошо характеризует количество денег, которое можно зарабатывать на фичах. То есть, обратите внимание, что там по X отложено качество. То есть, те характеристики, которые мы ожидаем от продукта, если они ниже какого-то уровня, то нужно сильно-сильно снизить цену, нужно сильно допинговать, как китайцы делают, чтобы пользователь вообще купил этот продукт. Если это фича, которая нас интересна, то можно торговаться. И поэтому график такой линейный, проходит примерно через ноль. То есть, как бы есть фича, это больше денег, нет фичи, меньше денег. Вот такой слайдер, который можно двигать. А удивляющие фичи, как только они вообще появляются и начинают хоть немножко качество показывать, то стоимость продукта можно поднимать очень сильно. И это как раз то, в чем действительно сильно Apple. Они нашпиговывают свои продукты этими удивляющими фичами и берут за них больше денег. И, соответственно, если вы хотите в своем продукте, чтобы за ваш продукт платили больше денег, то нужно добавить в него какие-то вау-фичи. Проблема только в том, что эти вау-фичи легко копируются во многих случаях. Поэтому вам нужно успеть заработать миллион или два, пока их не скопируют. Пока они не перешли в разряд, собственно говоря, интересующих или ожидаемых. То есть, в принципе, все фичи начинаются как вау-фичи. Многие начинаются как вау-фичи. Они очень быстро переходят в фичи интереса, когда мы уже знаем, что эта фича есть. И мы уже выбираем телефон по принципу. Есть там голосовой ввод, нет голосового ввода. А потом они переходят в разряд обычных. И как бы, как, телефон без голосового ввода? Да вы что? Не буду его покупать. Так, ну, в общем, практически все. А, ну, собственно, я хотел сказать, что вот эта модель использовалась в несколько модифицированном варианте при отборе проектов на конкурс русских инноваций. Надо сказать, что, собственно, модель была абсолютно независима. Абсолютно независима, да. Использовал те же самые характеристики, примерно те же самые идеи. Да, то есть, оси те же самые, разбиение там, насколько я понимаю, другое. И используется анкетирование. То есть, ты подаешь проект на конкурс русских инноваций, заполняешь какие-то многостраничные анкеты. И в результате кто-то принимает решение, что ваш продукт находится на таком-то уровне, там, рынок на таком-то и так далее. То есть, напрямую ты не отвечаешь на эти вопросы. Ну да. То есть, интересно то, что эта теория была совершенно независимо разработана как бы двумя коллективами, которые друг про друга не знали. И они пришли, фактически, к одному и тому же набору параметров, к очень похожим разбиениям на этапы. И это дает основания полагать, что, в общем, в этом есть определенная логика. Ну действительно, вот я, например, сейчас очень многие вещи, когда смотрю на разные компании, я их оценивал уже именно с точки зрения вот этих вот, этих категорий. И намного проще понимать, что эту компанию ждет, какие у нее могут быть проблемы, куда ей лучше двигаться. И вот, на самом деле, мы пропустили один слайд. Андрей, ты сам расскажешь? Значит, она была лучше ты, потому что нет. Давайте я немножко расскажу. Да. Идея такая, что, ну, думаю, что все здесь там присутствующие, все заинтересованы, пришли сюда, потому что интересна какая-то стартапная деятельность. Когда делается какой-то стартап, обычно у тебя есть система техническая как данность. Просто потому что вот в данный момент истории, там здесь и сейчас, эта техническая система находится на определенном этапе развития. Ты не можешь переместиться в будущее или в прошлое. Но, когда ты выбираешь, что ты будешь с этой системой делать, ты можешь варьировать разные параметры. В частности, ты можешь выбирать рынок, на который ты идешь. И ты можешь варьировать уровень своей компании в некоторых пределах. Ты можешь, например, сделать компанию из трех человек и бустрапить ее. А можешь пойти сразу к венчурному капиталисту и получить от него 10 миллионов долларов, условно говоря. И это будет компания уже другого размера совершенно. И тут важно понимать, в каком случае какое из этих действий будет правильным. В каком случае нужно бустрапиться и ждать момента. В каком случае нужно бежать просто искать деньги, потому что бустрапом ты ничего не добьешься. И как выбрать тот рынок, который соответствует этой комбинации твоей компании и той технической системы, которая у тебя есть. Поэтому, что мы здесь сделали? Мы сделали срез того трехмерного кубика по техническим системам. И, собственно, он показывает, что черные комбинации – это те комбинации, которые могут сработать. Надо понимать, что никто не гарантирует успех. Сложать можно миллионом разных способов, но, по крайней мере, есть шанс. Обратите внимание, что если мы говорим про системы четвертого уровня, то обычно это компании второго и третьего этапа и рынки третьего и четвертого этапа. То есть, если рынок четвертого этапа, то это, скорее всего, уже спадающий рынок, и вы вряд ли сможете на нем сильно расти. Тем более, что компания второго и третьего этапа – это большие компании. Это, скорее всего, неинтересно. Соответственно, стабильный продукт – система третьего уровня. Обратите внимание, что, опять же, только крупные компании – C2 и C3. И, в принципе, здесь показано достаточно много разрешенных состояний. То есть, это рынки от начинающих до уже не спадающих. Но важно понимать, что если вы выходите на стабильный рынок M3, например, то вам обязательно нужно иметь крупную компанию. То есть, на стабильный рынок со стабильным продуктом вы не выйдете никаким образом, если у вас компания маленькая. И тут нужно искать какие-то другие применения, какие-то другие рынки для вашего продукта. Если же у вас система первого уровня, то это только нулевой рынок. И это значит, что и компания C1, C2, причем C2, скорее всего, это будет какой-то побочный проект. То есть, она просто не сможет выжить на этом рынке. Поэтому это либо бутстрапинг, компания C1 долго моторно бутстрапится, либо в компании второго уровня, которая вообще-то занимается смежной какой-то областью, этот проект вырастает как одно из каких-то подразделений. Вот, когда техническая система второго уровня, когда она находится на этапе роста, это самые интересные, эти самые быстрорастущие рынки, быстрорастущие инновации. Здесь могут работать компании разного уровня, но обратите внимание, что рынки у них разные. Что компании C1, C2, начинающие и средние компании работают на начинающем рынке. А когда рынок становится большим, то нужно уже либо компанию второго уровня, либо компанию третьего уровня. То есть, если вы вскакиваете на пояс, который уже идет, когда рынок уже растет, то вы не можете бутстрапиться. То есть, вы можете бутстрапиться, и вас некоторое время будет нести вперед, потому что рынок растет. Но это будет никуда, фактически. Вы немножко забутстрапитесь и поймете, что вас задавили. То есть, идея здесь, да, надо понимать, что здесь идет речь в основном не про лайфстайл бизнес. То есть, не про тот бизнес, когда ты открываешь там прачечную, либо там, я не знаю, там, у себя дома какой-то большой бизнес, который тебя кормит, и ты как бы счастлив. Здесь идет речь именно про развитие бизнесов, которые захватывают какие-то большие территории, про глобальные бизнесы, про глобальные рынки. Тогда это работает. Соответственно, если рынок растет, и на нем уже есть компании второго уровня, то вы со своей компанией первого уровня уже мало что добьетесь. Вот о чем это говорит. И в то же время, если вы большая компания, то выходить на рынок первого уровня вы не сможете. Даже если вы очень захотите, и вы будете видеть, что да, этот рынок, он начинает появляться, то придется подождать, пока он достигнет некоторого объема, когда он сможет уже вас заинтересовать. Просто потому что в крупной компании, например, менеджер по продажам ожидает вполне определенный размер комиссии с каких-то продаж. И если эти продажи будут меньше определенного уровня, а он скажет, что я не буду этим заниматься. А на маленьком рынке маленькие продажи. Да, через два года они могут быть большие, но сейчас-то они маленькие. И ими просто никто не будет, внутри компании они будут не интересны. И поэтому эта компания, и это даст шанс маленькой компании занять этот рынок. Когда большая компания спохватится, может быть уже поздно. А может быть не поздно, если большая компания вовремя на него выйдет. И вот этот как раз вопрос очень интересно обсуждать. Но что здесь важно в этой теории, то что она дает, что с ее помощью появляется некоторый язык описания, и те самые координаты, в которых можно размышлять. То есть ты различные бизнес-ситуации у себя в голове кладешь в эти координаты, и ты сразу начинаешь понимать, что же действительно происходит. Почему те или иные инновации не смогли пройти. Почему та компания провалилась, а это выиграла. То есть это очень важные координаты, в которых нужно просто уметь мыслить. Мне кажется, вот эти вот черные квадратики – это все-таки недолго. Это обобщенный опыт вот этих вот трех авторов. Ну да. Скорее всего это так, но я думаю, что каждый из нас должен это проверить на своем опыте. Ну вот, тем не менее, надо понимать, что есть вот эти вот три координаты, и что именно… Есть идея такая, что если попадаешь в запрещенную зону, то с очень высокой вероятностью у тебя ничего не получится. А если ты попадаешь в разрешенную зону, это не значит, что у тебя все получится. Но это значит, что у тебя может что-то получиться. И дальше уже нужно вот применять какие-то другие теории, там какие-то трюки, хитрости, о том, значит, как, собственно говоря, сделать что-то успешное. Вот. Но всегда, когда ты только начинаешь свой проект, у тебя есть система, у тебя есть какая-то идея, ты должен ее применить к какому-то рынку, и ты должен понять, как тебе действовать. Будут трапиться, брать деньги, либо идти со своей идеей в третье этапную кампанию, работать с сотрудником. И вот эта теория, она помогает сделать этот выбор очень правильно. Ну, собственно. Где здесь находятся? Это интересный вопрос. Я бы сказал, что это уже, скорее, третье этапная кампания. Третий этапный рынок. Да, это третий этапный рынок, третье этапные кампании. Рынок был очень быстрорастущим, и они уже, фактически, достигли третьего этапа рынка, третий этап кампании. Эта кампания – миллиард оборота. Кто-то говорил про возврат инвестиций. Фейсбук, насколько я помню, до сих пор не возвращает свои инвестиции. Они берут больше, чем отдают. То есть, прибыли, по-моему, у них, или уже отдают. Есть уже. Я не знаю, вернули ли они все инвестиции. Ну, в общем, да. Идея в том, что есть компании, которые берут намного больше, чем отдают до очень позднего этапа. Мобильные операторы до сих пор все в долгах. Потому что они берут на инфраструктуру миллионы, миллионы, миллионы долларов. Десятки, миллионы, сотни миллионов долларов. Покупать все это очень долго. Они все в долгах, и многие инвестиции до сих пор не вернули. Но что важно, что у них есть доступ к этому капиталу. Когда компания может пойти и взять кредит на 500 миллионов, это компания крупная. Когда максимум, что может взять компания, это 5-10 миллионов, совсем другой разговор. И культура у этих компаний совершенно разная. А мне интересно, OpenBTS, система на каком? Смотря куда ее применить. На самом деле, да, система OpenBTS, это то, с кем мы работаем, это базовая станция GSM. Она находится фактически на третьем-четвертом этапе. Это очень интересный момент, потому что это действительно техническая система, которая уже... Базовая станция GSM существует 20 лет. GSM появился в 90-м году. То есть здесь уже фактически все вылизано. Я прошу обратить внимание, четвертый этап. Нет места для маленьких компаний, Саша. Да, нет места для маленьких компаний, ты прав. Но вот это как раз тот самый спорный момент, когда вот здесь вполне возможно, что книжка не совсем права, либо что-то еще. На самом деле, либо ее можно классифицировать по-другому. То есть тут всегда это все... Это повод подумать. Повод подумать, да, дело в том, что... На этих схем, я думаю, стоит еще ввести такое принятие как уровень классификации. То есть там уровень, на котором существуют никакие глобальные технологии, в GSM конкретно. И уровень, там, в котором существуют какие-то... Которые изработные воплощения этих технологий. То есть там, допустим, базовые станции, которые предназначены для крупных телефонов. Или там базовые станции, которые предназначены для мелких проектов. То есть получается два совершенно разных рынка, которые не пересекаются. Да, то есть идея как раз здесь в чем, мы про это говорили, что технические системы нужно оценить по некому одному ключевому параметру, который для данного рынка играет роль. То есть та же система, которая может быть на одном рынке системой третьего уровня, на другом рынке может быть системой первого или второго уровня. Потому что параметры совершенно другие. То есть для африканцев? То есть, например, да. Для африканцев, ну, для развивающихся стран, где первоочередной параметр – это стоимость. Те системы, которые развивались, скажем так, которые создавались в 90-х годах и до нынешнего времени, они совершенно вообще не подходят. И поэтому здесь можно сказать, что вообще только-только начали появляться те базовые станции, которые удовлетворяют вообще параметру стоимости, необходимому для развивающихся стран. Поэтому в этом смысле эта система, ну, скорее второго уровня, потому что они вот, они появились, они сейчас просто развитие технологии сделало возможным сбросить стоимость. Вот если рассматривать в этом сегменте стоимости, то системы сейчас развиваются. То есть мы в него вошли, и мы снижаем стоимость, мы улучшаем характеристики. Идет развитие. То есть они еще не достигли своего пика. Вот. При этом, значит, если смотреть с точки зрения компании, там сейчас работают компании либо C1, либо C3. То есть это либо большие компании типа Huawei, Alcatel, Lucent, Nokia и там всех прочих, либо вот компании типа нашей, которые на уровне C1 сейчас находятся. И вот здесь интересно как раз, кто победит. То есть либо компании C3, которые нас задавят, либо, значит, мы сможем как-то выкарабкаться и победить. Кстати, вот тоже интересный момент. А что произойдет с компанией, если она выходит на рынок, и есть угроза того, что их решение там крупная компания украдет? То есть вот, насколько я понимаю... Это практически никогда не бывает, потому что корпоративная культура крупной компании, она, в общем... Разные рынки, разные выборы биндера. Ну да, да. Хотя бывает, что там писали, что Apple украл идею планшета у Microsoft. То есть что... Ты не читал эту статью, Леша? Нет. Андрей даже скинул статью, по-моему. Или я тебе... Ну... Короче, да. Есть еще интересная статья, в которой говорится, что Apple сделал планшет, когда Стиву Джобсу надоело, что его приятель, который работает в Microsoft, его делал мозг новым планшетом, который они разрабатывают. На что Стив Джобс, в конце концов, плюнул и сказал, хрен с вами, мы вам покажем, как это действительно нужно делать. Вот. И сделали, собственно, iPad, а Microsoft свой проект закрыл. У них был проект планшета из двух таких половин, как он назывался, Курьер. Вот. Но они его закрыли, а Apple, значит, взяла идею, доработала ее по-своему. А причем Microsoft ее очень долго разрабатывали, в конце концов, показали Билл Гейтсу, что-то такое. Собственно, на этом этапе многие хорошие начинания в крупных компаниях и заканчиваются. Когда идею показывает начальство, начальство говорит, это что такое? Всем идти работать над тем, что приносит нам деньги. Да, где саундбук? На этом этапе хорошие начинания заканчиваются. Зачастую такие обиженные сотрудники потом выходят делать стартап, которые оказываются вполне успешными. Если есть какие-то вопросы или идеи для того, что можно пообсуждать, то можно пообсуждать. Если нет, то я походу расскажу еще про одну интересную идею. Я для себя выписал одно соображение, которое мне кажется довольно важным. И заключается оно в том, что для молодых инновационных компаний иногда бывает важнее выпускать в готовом продукте побольше каких-нибудь таких вау-фич, которые могут привлечь на их пользователь. И вместе с тем, может быть, это довольно спорно звучит, меньше внимания обращать на полировку тех функций, которые в проекте должны быть по определению. То есть меньше времени обращать на колеса в автомобиле, сделать их просто, чтобы они были. Но тем не менее, если брать как аналогию тот же автомобиль, сделать там бортовую систему, которая будет управляться голосом. То есть стартапы просто выгоднее вкладывать деньги именно в те инновации, которые при небольшом вливании денег и сил могут создать вау-эффект и привлечь новых пользователей. чем нежели отрабатывать трансмиссию автомобиля, вкладывая в это больше денег. Ну, потому что стартап по определению не может создать трансмиссию лучше, чем Ford. Но при этом надо понимать, что все-таки надо брать какой-то state of art. То есть если взять там, не знаю, трансмиссию от Запорожца, то блин, при любом голосовом управлении тебя никто не купит. То есть вот эта вот кривая ожидаемых фич, она очень круто идет вниз. И тут нужно брать те фичи, которые, ну вот они, да, они вот на некотором таком вот расстоянии находятся. То есть качество как бы среднее, среднее по рынку, но не сильно не проседает. Ну, это действительно очень правильная мысль, но все-таки увлекаться этим не стоит. Я вот сейчас как раз читаю... Я могу прокомментировать этот момент, потому что именно над этой дилеммой я сейчас думаю, они занимались разработкой этого продукта. И да, то, что ты сказал, оно не ответит одним причинам. Первая причина — разработка WowFitch, она принимает неадекватно много ресурсов относительно того количества ресурсов, которые требует поддержка базовых фич на одном уровне. Второе — сейчас, наверное, долго рассказывать, что мы конкретно разрабатываем, мы попробуем провести параллель с теми же машинами. Скажем, если ты выпускаешь там машину, в который человек бьется нафиг при малейшей аварии, это, может, мне надо мало того, что никому не будет нужна тебе, и никто не даст продавать. Вопросы, продукты, связанные с безопасностью, как фармацевтические, медицинские, автомобили те же самые, в них нужно, конечно, баланс находить. То есть лекарство непроверимое... У тебя маленькая компания по стартапу? Да, с самого-самого уровня. Ну, я понимаю, что это выглядит достаточно провокационно. В любом случае нужно находить баланс. Если мы тот же самый автомобиль берем в... Ну, это, кстати, про несовместимость некоторых показателей. К примеру, вряд ли стартап может вывести на рынок автомобиль, потому что в этом автомобиле прекрасная трансмиссия, выше чем у конкурентов. Ну, да, это причина. Это невозможно. Ну, просто потому что, на самом деле, попадает там запрещенное... Стартапу нельзя лезть на третий рынок. Да, потому что уровень развития трансмиссии это уже явно техническая система третьего уровня, которая просто вылезана до безумия и туда бессмысленно лезет. Поэтому я говорю о том, что трансмиссия, колеса, двигатель у автомобиля должны быть. Но они должны быть такими, на которые при изготовлении... На которые не страшно... На которые не нужно тратить много денег. Ну, дешевые, по сути, готовые разработки какие-то. То есть не нужно разработать собственную трансмиссию, можно купить ее уже готово. Вы рассказываете концепцию автолаза, который взял шасси... Ну, правильно. Все дешевые автомобили... А фича в том, что у них очень дешевые автомобили. Это не фича, да? Не столько необходимость, сколько целесообразность внедрения его фич на ранних этапах разработки технологии, она напрямую колерирует с уровнем развития того уровня сегмента, в который ты хочешь приняться. Если рынка там как такового нет, то есть он только зарождается, у тебя, по сути, конкурентов никаких нет, ты упусти любой нормальный продукт, чтобы разрешать какую-либо задачу, его будут покупать, независимо от того, сколько там будет вау-фич. Ну да, практически вау-фич они уже на росте начинают. Есть более или менее равные выночные конкуренции. Ну да. Но что я хочу сказать, что... Вот я сейчас читаю книжку Стив Джобс and the next big thing про самый большой провал Стива Джобса с компанией Next. И на тот момент это вообще был самый крупный. Книга написана в 93 году. На тот момент это самый крупный бизнес-провал, потому что компания Next съела 250 миллионов долларов и, в общем, провалилась полностью. Прикол в том, что они пытались сделать продукт полный вау-фич. Одни сплошные вау-фичи. В итоге они не уделили внимания тем параметрам, которые пользователи ожидали от них, и его никто не купил. Там было дофига вау-фич, но не было тех фич, которых пользователи ожидали как данность. Подожди, а когда они все-таки продали серву? Apple купил Next не потому, что там было много вау-фича, а потому что там был Стив Джобс. Главный вау-фич. Да, главный вау-фич, собственно говоря, всего этого процесса, это был Стив Джобс. То есть они ничем не воспользовались. Да, но там, кстати, у них много провалов. Очень интересно писать книжку с точки зрения всего этого знания, которое мы имеем через 20-плюс лет, потому что действительно очень интересно проанализировать, как оно тогда все было и почему оно все провалилось. там как раз очень, книга просто вот, как-то плохие советы, как мне нужно делать. То есть там очень подробно рассказывается, как не нужно делать стартапы. Начиная с того, что это был супер толстый стартап, заканчивая тем, что они пытались напихать кучу вау-фич, не сделав при этом какие-то базовые фичи. В общем, не получилось. В то время как Sun, который выпустил вообще без каких-то вау-фич, просто вот обычный продукт, занял эту нишу и, в общем, вышел на капитализацию в миллиард. В то время как Next не был прибыльным даже. Так что есть над чем-то думать. Ну, кстати, в дилемме новатора говорится о том, что новички выпускают продукты как правило с характеристиками более слабыми. И, собственно, идея книги «Дилемма новатора», чем она интересна, там много идей, скажем так, но основная идея заключается в том, что нужно найти тот рынок, на котором продукт с меньшими характеристиками будет востребован. То есть, крупные компании хорошо умеют вылезать характеристики, но они плохо умеют выпускать продукты, с плохими характеристиками. Ну, кроме китайцев. Которые, по сути, на самом деле большое количество мелких компаний, потому что там очень мало крупных компаний. Просто потому что, когда ты предлагаешь инженеру крупной компании, например, сделать продукт, который ниже State of Art, он смотрит, как идет и говорит, блин, ты что вообще? Мы тут такие космические корабли строим, а ты мне предлагаешь там какую-то там сделать плотченку твою, да? То есть, для него это фигня какая-то. Для него это совершенно неинтересно. И это же самое продолжается вплоть до верха. И это как раз та возможность, которую нужно охватать. То есть, в первичном рынке, в котором есть потребность в продуктах более низкого качества по какому-то характеристику, то это вот та возможность, которую нужно брать. Собственно, то, что мы сейчас пытаемся как раз делать. Ну вот, там много интересных идей, поэтому я тоже отдельно рекомендую прочитать эту книгу. Не такая насыщенная, как квантовоэкономический анализ. Книга по квантовоэкономическому анализу можно сравнить с методичкой, там, физтеха, там, ничего-чего-то. То есть, ее писали люди с хорошим советским образованием, которые фактически написали методичку. Без нее очень трудно выкинуть какую-то воду, ее там практически нет. Там, если брать бизнес-литературу западную, там тоже дилемма инноватора, там, значит, ты читаешь введение, вся остальная книжка это вот такое размусоливание той идеи, которая была написана во введении. В этом смысле, кажется, очень интересно почитать. Ты там сильно немножко более глубоко понимаешь, что они там написали во введении, но все равно, после введения ты уже можешь предсказывать, что они следующее скажут. То есть, вся идея изложена в пяти страницах. Но там еще очень много примеров таких. Да, там просто очень много примеров. Скрупулезно подобрал. А контур-экономический анализ это дополнительная книжка? Нет, это та самая книжка. Наука побеждает. Наука побеждает. Дурацкое название, мне просто ее... Дурацкое название, что скажешь. Книжка, на самом деле, уже является библиографической редкостью. То есть, по-моему, она не продается в новом виде нигде, потому что в какой-то момент она стала известна среди маркетологов, скупили весь тираж, который был в магазинах. То есть, она есть в электронном виде. Да, то есть. Главное, что она есть на лигу в электронном виде. И, в общем, можно читать лигу. А, причем, что интересно, вот эти вот матрицы сочетаний, та, которая есть в интернете, та, которая в книжке, они отличаются. По-моему, та, которая в интернете, они еще и более новые картинки. То есть, я обратил внимание, что в книжке какой-то из графиков был явно с ошибкой. Ну, просто очевидно, из логики было, что там ошибка. А когда я смотрел в интернете, эта ошибка была уже исправлена. То есть, вполне возможно, что картинки в интернете уже выложены в исправленном варианте. То есть, по-моему, это не более правильное. Ну, это еще раз повод переправить с моим все лично. Ну да. Вот так вот. А ты, Леш, чуть-чуть думаешь про вашу компанию? Потому что у вас такой, как раз, вариант, который меня, честно говоря, пугает с точки зрения этой теории. Меня нет. Ну, вот расскажи. Ну, все зависит от того, действительно, как поставить вопрос. Я не буду рассказывать про… в общем, мы делаем что-то вроде цифрового помощника. Это сервисы, приложения для смартфонов, которые в чем-то похожи на календарь и таск-менеджер, а в чем-то на Siri, на голосовой помощник, который Apple недавно допустил. Собственно, мы собираемся определять контекст, в котором находится пользователь, и использовать его для того, чтобы необходимую информацию ему находить в интернете, вовремя напоминать о запланированных звах и так далее. Ну, собственно, вот этот рынок цифровых помощников он только-только зарождается. Он совсем молодой. А рынок планировщиков, разнообразных инструментов для планирования, он очень зрелый. там конкуренция идет уже на этой третьей стадии давно. Собственно, мы хотим с решением, которое частично повторяет решение третьей стадии рынка, но не полностью. То есть мы не берем развитый функционал планирования, такой очень хардкорный ГТДшный инструмент. Мы берем из этого только простой инструмент проекта планирования, простой календарь и тест-планеджер, и пытаемся сделать из него такой планировщик нового поколения, вот этот вот виртуальный направлённый. Почему вы не можете с кем-то скооперироваться? У кого же есть готовые решения, мы пробовали, даже переговоры проводили. Ну вот схема Microsoft IBM. Это немножко другая схема. Подожди, честно. То есть вы проводили переговоры, что случилось? Никому не интересно? Нам предлагали купить готовый планировщик с пользователями, с рынком, с платящими пользователями, с тем, чтобы мы из него сделали то, что мы хотим сделать мы. Мы посмотрели, в общем, это немного смысла имело, потому что то, что нам в нём нужно было, мы достаточно просто могли сделать сами и сделали в результате, но без того, чтобы тащить хвост за собой. А по поводу использования IBM и прочих, мы отлично, в общем, мы собираемся как раз естественно загреть. То есть прямо сейчас мы делаем наш сервис хорошо интегрированным с сервисами Google, Google Tasks, Google Calendar, договорились об интеграции с Evernote. То есть мы вот этот наш расширенный функционал будем предоставлять пользователям этих систем, по сути. То есть вплоть до того, что человек за настольным компьютером будет пользоваться привычными инструментами, а нашим только как мобильным решением, только когда он в дороге, не перед компьютером. То есть мы пытаемся добавить value для этих сервисов, для того, чтобы их пользователи, чтобы эти сервисы свою базу пользователей подсоединили на нашу продукцию. Ну, по-моему, правильная, классная стратегия. Ну, насколько я понимаю, что фактически exit это продажа таможем Google, например, да? Ну, с точки зрения инвестиционной презентации, да, продажа кому-нибудь крупному, какому-нибудь крупному игроку. А в смысле, с точки зрения не презентации никак? Ну, мы надеемся, что это может быть самостоятельным, достаточно зрелым продуктом. У нас есть идея того, как развивать его дальше. Как потом уйти, да, в зависимости от того. Да. Ну, так, с первого взгляда, то оно выглядит именно вот как такая вещь. Продаваться. Ну, да, то есть это только продаться. То есть сделать фичу. Потом какая-то третий этапная компания, когда она созреет, что этот рынок вот. Этот рынок уже вышел на какой-то объем. То есть тут, значит, надо там повремя подсуетиться. С ценой. Да, с ценой. То есть, чтобы купили именно тебя там, а не какого-то для девайса. И очень много игроков, которым может быть интересно. Ну, да. Чем больше игроков, которые могут купить, тем больше компаний будет куплено, потому что каждый захочет иметь себе. Вот как бы тоже. Слушай, а риск копирования большой? Ну что, вот в вашу идею там просто сотрудник все или нет? Не очень. На самом деле идея лежит на поверхности. Это очень похоже на ситуацию с server-node. У них очень простая идея и достаточно простой сервис. Во всяком случае, когда они начали взлетать, всем стало понятно, что это интересно. В общем, их до сих пор никто не скопирует. Не скопируют это по нескольким причинам. Во-первых, они достаточно быстро идут вперед и добавляют новые фичи. Во-вторых, они... Пользователи... Чем дальше используют server-node, тем большую ценность он для них представляет. Потому что они накапливают там информацию, которая сама привязывает их к этому сервису. Вот, собственно, мы примерно то же самое и будем делать. То есть мы будем определять контекст взаимодействия с пользователем, где он сейчас в какой ситуации, как мы можем ему помочь, используя историю его перемещений, дел, задач, контактов. И, в общем, это как умный планировщик, который постоянно учится. Вот чем он умнее, тем сложно перейти на другой, потому что другой, по определению, глупый, он ничего не знает. Вот если нам удастся сделать его достаточно умным, чтобы пользователи с него не могли слить. А слить эту информацию нельзя. То есть нет форматов, которые можно взять в свою жизнь из виртуального планировщика и перенести. Он же выводы делает. Он, помимо статистики накапливания, он обучается. Недавно читал статью у чувака, который возглавил Nokia. И вот он описывал... Почему? А? По-моему, год назад. По-моему, год назад. Из Microsoft он перешел в Nokia. И вот он в этой статье пишет, почему Nokia оказалась в такой плачевной ситуации. И основным виновником он считает Apple, который не просто выпустил хороший продукт iPhone, но и сумел создать вокруг этого хорошего продукта экосистему. И один из ключевых факторов успешной экосистемы он называет то, что люди... Предоставлено возможность зарабатывать деньги. Может, вам тоже что-то такое? Есть у вас такое, есть название? Да. Кстати, вот касательно трения фичи из тех или иных продуктов, то есть поделиться своим обвинением, организовать его в соответственной форме. Со-продукты, условно говоря, можно разделить на ближайшие категории. Первое — это какие-то дириши с вещи. То есть, если они будут, то будут клевые. Если их будет хрого, если их не будут, то они будут страдать. Вторая категория — это продукты, которые являются фундаментами для инфраструктуры, для других людей и так далее. Соответственно, если ты выпускаешь продукты, которые относятся к второй категории, то есть тот продукт, который является фундаментом для инфраструктных компаний, то вероятность того, что твои идеи будут воплощать другие компании в своих продуктах, она несколько выше, я уже сказал, чп-образно выше, чем вероятность того, что у тебя там будут какие-то идеи, если ты выйдешь из первой категории, которой делишься. То есть, если кто-нибудь будет страдать. То есть идея такая, что красть фичи, которые нужны, проще, их будут чаще, чем те фичи, которые не очень важны. Пожалуйста, их будут реализовывать другие люди, поскольку если ты делаешь что-то офигительно важное, то тем, кто это офигительно важное пользует, в их интересах развитие такой рыночной ситуации, в рамках которой те или иные продукты будешь выпускать не только ты, а ряд других компаний, чтобы не было там вендорлока. Да, но на самом деле сейчас очень интересно, потому что, по поводу вендорлока, я думал, что раньше вендорлок это была в основном проблема компаний, а сейчас вендорлок переходит в плоскость обычных пользователей. То есть, фактически то, о чем ты говоришь, что вендорлок. Эвернотлок, гугллок, еще какой-то лок, да? И, например, компании в данный момент уже осознали, что вендорлок это плохо. И поэтому сейчас как раз идет там бум открытых технологий, потому что компании за последние сто лет, почувствовав на себе, насколько хреново быть золоченным на какого-то одного вендора, который после этого тянет из тебя соки, что они стараются максимально такие технологии не покупать. И вот в этом смысле очень интересно, когда, сколько времени пройдет, прежде чем пользователи интернета осознают, что вендорлок это плохо. Об этом говорят давно и, как бы, как сказать, давно, но мало очень людей. То есть, очень мало людей действительно считают, что вендорлок в интернете для обычного человека это плохо. Большинство людей как бы, а, фиг с ним, там, почта в гугле, да? Вот, я сам, например, держу в гугле, в общем-то, не парюсь. И вот мне просто очень интересно, сколько лет пройдет, прежде чем изменится отношение к таким системам, когда системы с вендорлоком перестанут рассматриваться, просто потому что они будут наносить какой-то ущерб пользователю в будущем. Здесь вопрос образованности аудитории, людей, которые пользуются этим решением. Да, вендорлок перестанет быть каким-то приемлемым компромиссом, она не наступит в принципе, поскольку на начальном этапе развития какой-то технологии по-любому получается так, что эту технологию кто-то там придут и начинает продвигать. Нет, сюда-сюда не нужно. С точки зрения интерлок, вот Apple, это же закрытая экосистема. Ну а что? Ну, это плохо. К чему закрытая? У нее есть синхронизация контактов с Google. Ну да. Не знаю, что там. На смысле, да. У нее есть некоторые каналы, которые позволяют общение с внешним миром. Допустим, тот же самый iChat может общаться только с устройствами на iOS. Поэтому никто и не пользуется. Ну да. Ну это же бред, когда… Просто не все из того, что делает Apple, особенно в части ПО, юзается. Как-нибудь по городу Safari. Но практически все их девайсы дают им деньги. Их софт… Короче, Apple такая политика. Их софт хорошо работает только на их девайсах. Во всех остальных случаях недостойк. Мне это прекрасно понимают, поэтому владят все девайсы, которые скоро не выпустят, наверное, наушники с iTunes. Потому что или иначе iTunes нахрен мне там не нужен. И мне никто музыку не слушает. Там есть эта тема вообще. Здесь дело не только в софте тоже, а там всякие вот эти разъемы. Sony вот шла, по-моему, по концепции. Мы все делаем свое, включая наши карты, памятники, зарядники. Но тем не менее… Да. Вычислим. Да. Но сейчас они уже в новых девайсах ставят нормальные. Диски, кассеты, карточки. Да. Ну что ж, я понял, когда Apple споткнется, он споткнется именно на Apple. Ну да, они, соответственно, спотыкались с этим постоянно. То есть у них эти проблемы были с FireWire, например. Потому что FireWire – это была фактически разработка Apple. И они брали… А проблема в чем? Потому что они брали за эксклюзивность достаточно большие деньги с производителей железа. Все время как производители, которые использовали USB, ничего не брали. Поэтому мы имеем до хрена устройства на USB, потому что их делали все. Потому что не нужно было 10 долларов с устройства отчислять. А в FireWire устройствах раз-два я общался. И только в тех областях, где просто никак без FireWire. Там всякие видеокамеры и так далее. Но параллель с USB касательно FireWire не особо правильные, поскольку он изначально проектировался все же никак заменой для USB, только для нескольких других задач. В частности для потоковой передачи. Но позиционировался как замена USB. Надо понимать, что разрабатывался он может как угодно, но позиционировался он для всего изначально. Но когда стало понятно, что для всего он не подходит, потому что A, B, C, D… Он не подходит, поскольку он подпотоковой передачи заточен. То есть он крутой для каких-то видеокамер, для каких-то интимидных устройств. Почему я его вообще издавал? Соответственно, он менее крутой для каких-то блок-девайсов. Короче, Саша поругал маркетологу. Идея в том, что на самом деле USB конкурирует с FireWire. Например, в области жестких дисков внешних. И обратите внимание, что жестких дисков на USB намного больше, чем на FireWire. И это, в принципе, верно по отношению к большому количеству продуктов. Видеокамеры чаще имеют USB, чем на FireWire. Хотя да, FireWire дает тебе больше пропускную способность. Универсальность важнее для жестких дисков. Универсальность начинает с нежный ком. Сначала никто не хотел это делать, потому что отчисления нужно делать. А потом, когда выросла уже экосистема USB, то как бы и кому вообще. Ну и так далее. Видите, универ не умирает. Ну потому что Apple очень упорная компания. Короче, вот мне кажется, очень интересная отдельная тема. Как выращивать свою экосистему? Каким направлением? Как совместить по разу между открытостью и закрытостью? Да, да. Ну там не только это. У меня тут примерно много параметров. Дать заработать твоим партнерам денег или не давать. Открытость, закрытость. Как быстро они будут обучиваться. Кого впускать в эту экосистему, кого нет. Кто тебе просто ест там. Может тебе не нужны какие-нибудь китайцы? У нас на самом деле еще интересно, потому что опять же в этой книжке, которую я читаю, там говорится про то, что в Next'е Jobs очень сильно налажался к экосистеме. То есть никакой софт существующий не мог на ней запускаться. Собственную экосистему они не смогли создать, потому что Jobs туда никого не пускал. Он считал, что недостаточно хороший софт пишут те, кто пытаются под него писать. И с iPhone это идея. То есть он на этом не научился. Он не предусматривал установки программ и идеи, какой не было в магазине приложений и допуска сторонних разработчиков к написанию игры. Ну Jobs вообще бы трудно учиться. Там отдельная глава есть про то, насколько трудно учить Jobs'а. Он, кстати, и умер в общем. Ну да, не особо научившись. В общем, там просто отдельная глава посвящена тому, что из Next'а уходило очень много людей, потому что они не выдерживали того стиля, который Jobs в компании применял. И уходя, практически каждый из уходящих писал такое длинное письмо, в котором описывал, как можно улучшить жизнь компании и их продукты в надежде, что это хоть как-то повлияет на происходящее. Но, значит, не повлияло ни одно из этих больших писем, просто потому что он считал, что он всегда прав. Такая история. Собственно, я хотел что-то про одну интересную вещь рассказать, которую мы с тобой обсуждали про твикеров. Тоже про Jobs'а и прочих людей, что это тоже очень хорошее отношение имеет к этой теории. Есть три типа людей. Есть люди, ну не только людей, а в принципе людей, компаний, стран, некоторых сообществ. Первые люди – это люди-изобретатели и исследователи, у них мозг устрелён всегда в будущее, и они всегда делают что-то такое супер-супер новое, для них это самое важное. Сделать нечто лучше, чем всё, что было раньше, неважно какой ценой. В статье рассказывается об этом на примере использования компьютерных систем в военном деле. Это было придумано в СССР, потому что была хорошая, очень академическая база, и вот эта вот идея о том, что можно повысить эффективность вооружённых сил, используя компьютерные системы, она родилась в СССР. Но реализована она была в США. И это второй тип людей. Это люди, которые берут красивую идею, которую кто-то придумал и реализуют её. Первый человек, он её придумывает просто из головы, фантасты, исследователи, теоретики. Второй тип людей – это люди, которые берут красивую идею, которую кто-то до них придумал. «Ох, как классная идея, дай-ка я её реализую». Там, из каких-то, значит, не пойми чего, эту идею реализуют. Она совершенно не приспособлена к жизни, но вот она реализация. Она стоит, она работает. Криво-косо, каждые пять минут падает, но работает. Американцы вложили огромное количество денег в создание, в применении компьютерных технологий в военном деле. Там отдельная история фейлов, то есть там фейлрейт просто фантастический. Потому что туда просто вбухивали миллиарды долларов, совершенно не скупясь ни на какие средства. получали системы, которые крайне плохо работают, но, тем не менее, работают. Плохо, но работают. А есть люди третьего типа, есть организации третьего типа, так называемые твикеры, которые видят работающую систему, плохо работающую систему, и они понимают, блин, это классная вещь, и я знаю, как ее доделать. Израиль взял систему, взял идею использования компьютерных технологий, и в своих стесненных, постоянно воюющих условиях они допилили ее до реального применения, которое дало им большой выигрыш. И вот в статье как раз рассказывается про Стивой Джобс и говорит, что Стив Джобс как раз был твикером. То есть это человек, который видел плохой прототип и знал, как его доделать. То есть он видел нечто криво-косо-падающее, знал, что вот если мы вот здесь вот доделаем, вот это доделаем, то оно будет хорошо работать, и оно найдет применение. И на самом деле идея в том, как бы это уже в статье не рассказывается, это уже мое развитие дальше мысли, что большая часть инноваций, успешных на рынке, она как раз твикерами создана. Потому что исследователи, понятно, не могут вывести ничего на рынок, потому что они только идеи генерируют. Те, кто эти идеи реализуют, реализаторы, они обычно тоже не могут вывести эту идею на рынок, потому что идея настолько плохо работает, что продать ее невозможно. Она либо слишком дорогая, либо просто хреново работает. Простирает? Ну, возможно. Там рассказывалось про мышку и графический интерфейс, который, как известно, Джобс украл из парка. Так вот, графический интерфейс придуман был вовсе не в парке, придуман был в университете, по-моему, Стэнфорда, профессором. Но он его не реализовал, реализовали его в парке. Он был настолько неудобный, что пользоваться им было практически невозможно. Ну, можно, конечно, если ты исследователь, тебе интересно поиграть с технологией. То же самое с мышкой. Мышка тоже была придумана не там, а вот этим профессором. Но, когда ее реализовали в парке, она, блин, стоила несколько сотен долларов. Ломалась каждые две недели. Стив Джобс увидел эти идеи и довел их до рыночного применения. Он поставил задачу сделать стоимость мышки меньше 20 долларов, и чтобы она работала как минимум два года. И упростил графический интерфейс для того состояния, когда им можно было пользоваться. И это как раз то, что происходит на самом деле в большом количестве областей. Например, мне кажется, что с Facebook произошло то же самое. Что Zuckerberg увидел хорошие идеи, которые лежали на поверхности. MySpace уже был. Он знал, как их сделать таким образом, чтобы они зацепили пользователей, чтобы они работали. Но интересная мысль, которая из этого следует... А, собственно, те люди, которые придумывают идеи, они называются визионариями. Забыл термин, сейчас визионарии. Очень интересная идея здесь заключается в том, что часто твикерам, успешным на рынке, предписывают статус визионариев. То есть технология восхваления успешных на рынке людей работает таким образом, что им приписывают все. Стив Джобс придумал графический интерфейс. Сукенберг придумал вообще социальные сети. И люди начинают думать, что это те люди, которые видят будущее. В принципе. Но когда ты слушаешь этих людей, то важно понимать, что на самом деле их основная ценность не в то, что они видят будущее, будущее видят другие люди, а в том, что они видят как настоящее. Сделать таким, чтобы оно стало рыночно-успешным. – Адаптировать, да? – Адаптировать. Вот. И это просто, когда вы слушаете людей от твикеров, понимаете, что вы говорите с твикером. то когда ты разговариваешь с визионарием или с реализатором, ты понимаешь, что разговариваешь с реализатором или с визионарием, имеет всегда в голове вот это вот различие. Могу поделиться ссылками на статьи. Малхом Гладу, тот самый, кто написал тебе. Да, он, оказывается, пишет колонку в Нью-Йоркере. Собственно, на самом деле, да, нужно набрать просто Гладу Нью-Йоркер, вот, он пишет там колонку, что у него вот, ну, сейчас, может быть, уже не последняя, месяц назад были последние его статьи про Стива Джобса. В общем, дофига быстрого софта написано в одно рыло и вполне себе продается. Так что, не думаю, что, скорее, любой человек раскладывается по базису вот этих трех компонентов, вот это больше похоже на правду. Продается, но оно не растет. Понятно, что, ну, все-таки, мне кажется, что, в принципе, Я согласен, что в любом человеке живут все три компоненты, но обычно какая-то компонент является для него мажорной. То есть люди, которые реализаторы, которым интересно реализовать что-то новое, они с трудом доводят свои продукты до, скажем так, юзабельного состояния. Ну, просто, что ему неинтересно. Они поиграли в игрушку и бросили. Это очень часто наблюдается среди программеров. Написал классную тузу, пользователи на нее ринулись, пишут там 100-100 баг-репортов, а он не реагирует, ему уже неинтересно. Да-да-да. Тут приходят твикеры и как бы перевозят это дело. Это визабельное состояние. Ну, такая вот. Ну, полезно много. Спасибо. А вот три человека, которые, про которых мы ничего не знаем. Это как бы все известные люди. А вы откуда узнали про хэдспейс, про семинар? Нет. Таймпад. То есть просто на таймпаде? То есть просто на таймпаде? Да. Просто на таймпаде? Офигеть. То есть вы реально чекаете таймпад на темы семинаров? Ну, вообще-то я там зарегистрировался, только не знаю. Ваш семинар попал в один из просматриваний. Интересно. Который меня записывал. Будет еще подобные представственные семинары. А что за хэдспейс? Может быть, вы поделитесь? Мы для тех там троих. Да. Давайте я это расскажу. Значит, хэдспейс это, скажем так, термин, который сейчас получает очень большую популярность в основном в Европе и Штатах, скажем так. Но распространяется по миру. И вот, в частности, в России за этот год уже получилась реводная популярность. И дальше, я думаю, будет только больше. Собственно, хэдспейс это некоторое физическое место. Территория, да? Комната, здание, помещение, скажем так. В котором собираются хакеры и в котором они делают какие-то совместные проекты. В котором они проводят семинары, воркшопы, лекции. В котором они делают свои проекты. То есть частично это каворкинг. Для нас, например, это каворкинг. Мы здесь работаем. Мы же какие-то семинары устраиваем для себя, для окружающих. Это место, в котором находится оборудование, которым можно пользоваться. То есть железаки, которые там стоят, они там стоят, потому что их можно взять и что-то с ними сделать. То есть все оборудование, которое здесь есть, оно практически в некотором таком разделяемом доступе. При этом слово хакер, оно в данном контексте имеет классический смысл. То есть это не взломщики, а хакеры это люди, которые глубоко интересуются какой-то темой. И стараются в ней разобраться, просто потому что им самим это интересно. То есть это на самом деле некое состояние ума человека. Это как-то так его склонность к познанию, глубокому познанию каких-то вот сложных вещей. Тогда ему интересно в чем-то глубоко разбираться. То есть если ты программист не потому, что тебя выучили в институте и ты ходишь на работу с 8 до 6, а ты программист, потому что тебе интересно писать программы, создавать сложные системы, тебе интересно на них разбираться, то тогда ты хакер. Если ты готовишь еду не потому, что ты работаешь поваром, а потому что тебе интересно, как сделать какие-то новые блюда с новыми вкусами, как сочетать разные продукты, как создать что-то новое, почему эти продукты там вкусные, а почему эти продукты питательные, как сделать что-то более питательное. Если ты начинаешь глубоко разбираться в том, что тебе интересно, то ты как бы хакер в области еды и так далее. Фактически в любой области есть свои хакеры. А вот в какой области? В основном все программисты, да, немножко железячники. Завтра у нас будет, собственно, семинар по железу, будем робота вскрывать и хакать, дисталировать ему, скажем так, на другой мозг. Но мы как бы хаксплейсинг – это вещь не коммерческая, во-первых. То есть мы не преследуем цели извлечь какую-то прибыль из этого места. Вместо этого мы преследуем цель создать здесь сообщество людей, среди которых нам интересно и приятно находиться, и которые будут обмениваться какими-то идеями, создавать что-то новое, то есть такое творческое. Сейчас какая-то мысль была, но убежала. Значит, потом вспомнится. В итоге хаксплейс – это некое место, которое объединяет в себе частично каворкинг, частично какое-то лекционное пространство, семинарское пространство, частично клуб по интересам. То есть мы там не ограничены какими-то там рамками. Если там нам в кайф, можем устроить здесь вечеринку. Главное, чтобы людям было интересно. Но основная цель все равно такая, она как бы креативная, что надо создавать сообщество. Да, значит, это некоммерческое место, поэтому оно не афферировано ни с какими… независимое, скажем так, оно не афферировано с какими-то структурами, какими-то, не финансируемся ни государственными структурами, ни крупными коммерческими компаниями, которые обычно преследуют именно финансовые цели. То есть ты приходишь в коммерческие компании, и ты сразу говоришь, типа, ребята, чего нам дадите. Можно говорить, что нам рекламу дадим и все такое. Это отдельный разговор. Соответственно, у нас сейчас здесь проходят лекции и семинары. Можно становиться членом и использовать это место в качестве какого-то каворкинга либо постоянного каворкинга. Это статический член, у тебя есть место. Ты приходишь, у тебя есть стол, за ним работаешь. Можно использовать в качестве какого-то каворкинга. Когда ты динамический член, ты приходишь, находишь свободное место, падаешь на него и работаешь. Учаешься к интернету, если нужно, какие-то железяки используешь. А есть где-то членские износы? Да, есть членские износы, потому что нам нужно существовать. Мы, к сожалению, до сих пор не вышли на окупаемость. Даже, разговариваем про маркетинг, можно использовать термин «окупаемость» и все проще. Думаю, всем будет понятно. В идеале, кстати, можно существовать полностью на членские взносы. И на эти же взносы покупать себе какое-то новое вывод? Ну, членские взносы и платные мероприятия. То есть, мы в данный момент проводим большую часть бесплатных мероприятий, но сейчас постепенно пытаемся делать что-то платное, потому что нужно покрывать как минимум аренду помещения. То есть, пока что мы в глубоком минусе. И вот как раз ESH Labs на самом деле покрывает где-то там… Раньше было 70 тысяч в месяц, сейчас, наверное, до 50 тысяч в месяц где-то это снизилось. Ну, может быть, да. В общем, постепенно растем, но вот пока что существуем, по сути, на пожертвования ESH Labs. Вот, поэтому мы активно пытаемся сейчас привлекать мемберов какие-то, делать какие-то мероприятия. Те мероприятия, которые у нас бесплатные, мы, тем не менее, просим людей, там, днести какие-то пожертвования. Какая-то писала в Sun Time Party, что пожертвования крайне приветствуются. Поэтому, значит, уходя с этого мероприятия, положите, если вам понравилось, какую-то сумму денег вон туда, вон, на черную коробку, которая между телефонами лежит. И эти деньги пойдут, как бы, вот, фактически на развитие этого места. Приходите к нам еще, приводите друзей. Мы с удовольствием хостим любые технически интересные семинары. То есть, если вам хочется о чем-то рассказать и вы не знаете где, пожалуйста. Если у вас есть какое-то старое оборудование, которое вам не нужно, а может быть кому-то интересно, мы с удовольствием примем его в дар. Может быть даже с самовывозом. Ну и, в общем, любая разумная и интересная деятельность нам интересна. Да, надо сказать, что... ...